Мы приехали в Молоково не просто так. Говорят, тишина должна быть в библиотеке. Но здесь это правило заменили. В библиотеке должно быть весело. Поэтому здесь выпускают шоу «Угадай». А что это такое, мы сейчас узнаем. С началом пандемии библиотеки муниципалитета перешли на работу в режиме онлайн. В марте заведующей Молоковской библиотекой Елизавете Коробкиной пришла идея снимать на базе учреждения шоу «Угадай». За основу взяли всем известную программу «Угадай мелодию» и добавили новые фишки. Как в известной «Угадай мелодии» есть только первый тур, ну, второй, понятный, третий, но они там идентичные, типа «Угадай музыку» и так далее. У нас добавлены туры с кроговорками под песню, с стихами под песню, когда даются стихотворения авторов, и надо наложить на музыку, например, «Светлана Лободы». Одним из таких нововведений стал тур «Песенный крокодил». Сейчас показывать я буду, отгадывать будешь. А? Грустно. Ну, снег идет, метель. Опять метель, и мальца выводит в полноте. На сегодняшний день вышло уже 35 программ. Все они доступны в инстаграме библиотеки. Но сегодня попасть на шоу «Угадай» можно только по приглашению. В дальнейшем, когда пандемия закончится, мы планируем звать, конечно, жителей и даже, может быть, устраивать какой-то турнир в этой игре между жителями, ну, типа как батл, что, типа, жители микрорайона соревнуются между собой в знании музыкальном. Летний вечер в Соренто мы все знаем. А про зимний вечер не все знают. Поэтому я уверен, что... Сейчас я ему наберу. Алло, алло, привет. Слушай, появилась идея. Давай уже это... Ну, летний вечер Соренто уже закончим. Давай зимний вечер. В конце каждого шоу «Угадай» участники из волшебной вазы достают предсказания. Предсказания для себя, для Елизаветы и для библиотеки. И вот как раз мы решили, что будет интересно, если создатель этого шоу достанет предсказания для вас, наши дорогие зрители. Все ваши желания непременно исполнятся. Так что больше мечтайте, дорогие зрители. Не менее популярно у читателей библиотеки и шоу «Звонок с вопросом». В дальнейшем заведующая планирует запустить новые программы. Но какие – пока секрет. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого.